И снова здравствуйте, всем привет. Итак, попросили меня сделать еще гепарда, но так как с ноля я его делать не хочу, полазил в интернете и понял, что то, что более серьезное, значит, это платно и неплохие бабки, а вот то, что можно найти, ну, грубо сказать, по гепардам, если взять львов, там каких-то животных, динозавров, там еще крокодилов, там еще более-менее остались. Бесплатного скачивания, да? Ну, по гепардам, леопардам там вообще гиблое дело. Короче, пролазил, болванки есть, но даже в болванки многие не подходят. Вот одну нашел, давайте, так, я ее уже переделал, ну, как переделал, из FBX сделал, значит, из FBX сделал, опш, формат. Теперь давайте флор включим, видите, тут немножко он не догоняет и персонаж, так, по-моему, тут какая-то еще деталь у него есть, которая мешает, в принципе, не суть вопроса. Вот, проблемы есть вот такие, что, а, во, хвост, хвост, сейчас все это дело будем переделывать. Так, более-менее он, значит, подходит, но вы видите, что он не симметричен, он уже в какой-то позе, и сейчас нужно подгадаться, и все это дело сделать более-менее нормальным, да? Так, погнали, значит, что нам понадобится, если сейчас мы Ctrl D нажимаем, у нас получается вот такая фигня. Почему? Потому что здесь присутствует развертка, которую я, в принципе, не нашел, но это на каком-то ресурсе где-то чего-то. Ctrl Z нажимаем, как исправить эту, значит, проблему? Нам нужно уплотнить сетку, здесь сетка, значит, ну, сетка нормальная, видите, это ретопология даже была сделана нормальная. Моделька более-менее смотрится, но вот что бы я еще сделал, я бы сделал потоньше лапы, потому что у гепарда лапы чуть поменьше, и вы видите, что голова-то у гепарда маленькая, но тело слишком мощное, надо его чуть-чуть еще будет сплюснуть. Так, погнали, значит, что? Заходим в Modified Apology, находим вот эту функцию, WeldPoints, он, значит, убирает развертку. Все, теперь мы можем делать Ctrl D, Ctrl D, вы видите, что персонаж, сетка уплотняется, здесь вот у нас сейчас будет казус, это дело мы все удалим. Хвост, сейчас мы под риг, все это дело тоже давайте выставим. Сначала давайте, что сделаем? Нам понадобится замаскировать, значит, нашего персонажа, хвост, и я, наверное, его Ctrl W назначу ему полигруппу. Вот теперь вы видите, Ctrl Shift, левая кнопка мыши, я отделяю все это дело. Так, теперь, что, Delo, я удалю, значит, Divide, вот эти разрешения. Тут нужно сейчас будет поработать с артом. Теперь, что делаем? Так, выставляем хвост, Alt, левая кнопка мыши, переводим на хвост, на точку, вот где сгиба, да? Так, Ctrl Z, Ctrl Z, и теперь, значит, нажимаем Split, Group Split, ОК, хвост у нас отделяется. Мы переключаемся на хвост, повторяем ту же комбинацию, значит, перехода вот в эту позицию. То, что где-то там будут дырки, пока там стыки, все это дело закроется, сейчас все будет, я вам сейчас все покажу. Так, смотрим, ориентируемся по осям, и мы видим, что хвост не соответствует симметрии. Мы его, значит, приблизительно пока подгоняем, потом все будем, все дело будем переделывать. Alt, перекрутку делаем, значит, Gizmo, и подтягиваем все это дело повыше к персонажу, к хвосту. Так, теперь, через Alt, делая кнопка мыши, можно переключаться. Теперь, смотрим, если сейчас мы сделаем симметрию, у нас могут соединиться лапы передние, да? Давайте с верхней точки, это Shift, левая кнопка мыши, перекрутка, покрутим нашего персонажа. И уведем его чуть-чуть вбок. Так, в принципе, более-менее, да? Ну, вот, пальцы могут соединиться. Тогда он стоит. Нам нужно именно подгадаться, чтобы, вы видите, по осям голова не попадает. Если я сейчас буду голову, ну, тело вот подкручивать, то пальцы у нас точно соединятся. Ну, лапы мы еще уведем, ладно. Так, тогда у нас будет большая жопа. Вот, с задницей будет проблема, это тоже нужно будет выкручивать. Давайте попробуем сделать Nira Entwell. Вы видите, что жопа расширяется. Нам нужно поймать именно вот эту, как сказать, вот эту часть носа. Nira Entwell. Ну вот, башка стала поприятней, более пошире, более соответствует плечам. Но, тут теперь какая штука. Меня не устраивает толщина его тела. Выглаживать, если Shift, то будет казус. Мне нужно что сделать? Мне нужно обезопасить, значит, голову, которую я собираюсь отделить. Так, X-симметрия, Ctrl, левая кнопка мыши. Так. Отделяем, Ctrl, W, делаем, значит, полигруппу. Новую полигруппу делаем, значит, нашему персонажу. Так, сейчас чуть-чуть посетее сделаем. Так. И теперь, как, о, что-то стало. Ну, давайте в белый цвет переведем. О, вот так будет поприятней. Так, а теперь что мы делаем? Мы теперь вот эту полигруппу, Ctrl, Shift, левая кнопка мыши, скрываем. И, значит, делаем сплющивание. Тогда он будет чуть-чуть потонше. И если Ctrl, Shift, левая кнопка мыши, мы сейчас возвращаем нашу бошку. Мы ее сейчас чуть-чуть подтянем. Здесь закроем. Все, модель у нас симметричная. Более-менее симпатичная, да? Так, теперь что? Так, теперь мы делаем кисточку Moft Apology по X. И все это дело немножко подводим в Mesh. Почему? Если сейчас мы начнем делать Dynamesh, то у нас могут быть порывы. Потому что сетка у нас, вы видите, что не в Красную Армию, да? Вот более симпатично уже. Он потоньше идет, леопард, по-моему, идет потоньше, а гепард чуть-чуть потолще. Ну, тут уже растянуть, подтянуть переднюю ключицу, ну, как грудину, не проблемно, да? Ну, так он будет лучше, как мне кажется. Так, ну, давайте сделаем теперь Dynamesh. Все это дело склеим. Так, 550, мне мало 550 тысяч полигонов. Я хочу хотя бы нулям. Так, опять маловато, да? Делаем лям. О, лям 300. Все, зашибись. Все нормально. Что у нас тут? Есть проблемы. Сейчас все это дело устранится. Вот видите? Так. Теперь, что мы делаем? Мы обрезаем голову. Делаем Ctrl-W. Делаем Grow Split. Ок. У нас тут получается ненужная стыковка. Вот эти стыковки можно, значит, делить ОК. Они нам не понадобятся. Так. Вот она у нас башка. У башки также делаем какую штуку? Маскируем нашу вот эту нижнюю сервис. Но это по прошлым роликам. И тем, кто смотрит более-менее маломальский канал, уже понятно, что будет происходить. Так. Делаем Ctrl-W. Отделяем теперь челюсть. Делаем Grow Split. Так. Хвост. Переименовываем теперь. Нажимаем на верхнюю. Это значит будет, в принципе, Леопард 4.3. Нормально. Гепард. Не будем ничего переименовывать. Если переименовывать, вот, Rename. Нажимаете, перепечатываете и жмете Enter. Так. Что еще? Значит, теперь. Теперь нам понадобится голова. Ненужные, значит, саптулы можно скрыть. И вот, что я хочу сделать, это обрезать усы. Ctrl-Shift. Левая кнопка мыши. Выбираем Trim Slip. Вот этот. И так вот потихоньку. Если где-то что-то зацепить, не суть вопроса. Делаем Ctrl-W. Одну полигруппу. Делаем теперь геометрия. Modify Topology Mira and Well. Теперь делаем Dynamesh. Опять же. Ctrl-Левая кнопка мыши. При включенной Dynamesh. Если выключен, то нажимаете уже сам вот этот Dynamesh кисточкой. Так. Теперь, что нам понадобится? А понадобится нам фу-раключитель, но нам не понадобится. Так. Включаем кисточку Clay Buildup. Переключаемся на Brush. Находим Auto Masking. Находим Bug Face Mask. И, значит, сначала мы Shift-ом тут все выровняем, потому что нам вот эти части не понадобятся. Сделаем еще раз Dynamesh. А вот теперь можно, значит, вдавливать. И, опять же, вдавливаем и делаем Dynamesh, чтобы убрать вот эту вот каку. Вот эту штуку постоянно выглаживаем. Или накидываем массу, делаем Dynamesh, Shift-ом выглаживаем, а потом только, значит, ее ликвидируем. Ну, можно побольше, значит, туда убирать. Делаем Dynamesh. И вот эта штука начинает капризничать. Значит, закидываем рот полностью массой. Делаем Dynamesh. Все это выглаживаем. Уменьшаем, значит, так вот это RGB можно отключить. И зад этот выкручим. И через Alt потихоньку, ну, не на больших, значит, деталях все это дело попробуем ликвидировать. Если такая штука тоже начинает капризничать, ну, тогда самый оптимальный вариант – это делаем маску. Вот так. Делаем Ctrl-I. и с помощью вновь транспоза, который мы сейчас передвинем через Alt-левая кнопка мыши, чуть-чуть через Alt-перекрутим, чтобы утонуло в голову, и уводим вдаль. Ну, в принципе, нормальная. Делаем Ctrl, делаем Dynamesh. И смотрим, чтобы потом, потом в дальнейшем, когда мы что-то будем делать, вот эта часть нам мозг не компотировал. Отсюда может, значит, и сетка рваться. Вот, не пойму, что происходит с этой, значит, штукой. Сетка вроде поменялась. Ну, давайте сделаем Dynamesh с Polish. Полигонас, вот мне не нравится, что маленький. Давайте ему прибавим. Ну, а сейчас будет сильно большой. 374 тысячи хотя бы, да? Так, что у нас получается? Так, вот такие вот проблемы, значит, по переделке вот эта сетка очень начинает выкаблучиваться, да? И получается, что аккуратно не получается прибрать вот эти края. Значит, нужно долепливать бока. Ctrl, все. Вроде бы сейчас мы это дело подгадаем. Все. Так, теперь включаем нижнюю челюсть. Тут у нас остались артефакты. Ctrl, Shift ликвидируем. Делаем Mira and Well. Делаем Dynamesh. Смотрим, что у нас здесь. Если есть какие-то пустоты, вот такая вот дрань пошла там на челюсти, да? То лучше, конечно, все это дело ликвидировать. Опять же, вырезаем то, что в модели нам не понадобится. Стараемся так, Ctrl, Z Стараемся добавлять побольше дивайдов. Почему? Ну, чтобы, значит, ну, модель не превратилась в хлам. Так, делаем Dynamesh. И вот они у нас еще казусы получаются. Так. Эти казусы можно маскированием убрать. Ctrl левая кнопка мыши. Пробьем. Назначаем Ctrl, W полигруппу. Нажимаем Ctrl, Shift левая кнопка мыши на эту полигруппу. И теперь заходим Moff так, Mirror and Well Dell Hidden убираем скрытое. Так. Теперь, что можно сделать? Moff Topology и попробуем все это дело дотянуть значит, до основной вот этой челюсти. чтобы в дальнейшем чтобы в дальнейшем она склеилась вон с той частью. Так. Ну, а здесь чтобы можно было затянуть затереть. Так. Все. Превратили выгребли. Нормально. Теперь, что нам понадобится? Alt левая кнопка мыши. Нам понадобится немножко ликвидировать глаза. Можно маской. Это нормально будет, чтобы не вдавливать, а именно вот так, да? Побольше. контрол и смотрим, чтобы на задней части не оказалось значит уиньки. Уводим туда вдаль глаза. Чуть-чуть значит вниз. И желательно, когда вы делаете глазные вот эти впадины, прям не жалейте, делайте их побольше, потому что когда вы будете потом вставлять глаза, чтобы у вас было место для каких-то век, для какой-то части, да? Так, что у нас теперь? Выбираем голова у нас есть, кисточку Clay Build Up Brush смотрим, что тут Backface Mask пока отключим. кисточку побольше. Так, Ctrl W и попробуем все это дело выгладить. Чуть-чуть, Ctrl W, все, вроде бы пасть сформировалось, но вот еще тут чуть-чуть поднакидаем и сделаем Ctrl W. Ctrl левая кнопка мыши, короче, Dynamesh. Так, потом все это склеится, мы все еще выгладим. Так, глаза намечены, уши вроде есть. Так, теперь что нам понадобится? Смотрим тело, смотрим челюсть, челюсть открыта, вроде бы проблем не должно быть по Ригу, чтобы там ставить потом, да? Так, хвост, смотрим хвост, проверяем, как он будет себя вести. Если мы сделаем Mirror, геометрию Mirror, оп, пардонки, Ctrl Z, Alt, левая кнопка мыши, хвост, Mirror, ага, уже толсто, уже он выкручен, значит, это не есть хорошо. Вот так перекрутим и в эту сторону, а ну-ка, Mirror, ну, вот так пойдет, чтобы он сужался. Делаем хвосту побольше, дай нам мэш, чтобы он склеился вот здесь, вот теперь делаем какую штуку, видите, у нас тут идут, значит, порывы на вот этой части, чтобы эта часть у нас прикрылась, давайте мы сделаем вот так вот. Конечно, хорошо бы это все дело, а давайте все обрежем. не хочется мне это дело все склеивать, Ctrl-Shift, грудину где-то чего-то сейчас зацепим, это не проблема, все долепится. И вот отсобачила ногу, значит, будем выводить теперь так, сейчас делается дай нам мэш, и дай нам мэш плохо делается, потому что опять же вот эта штука, вот эта, так, надеюсь сейчас ничего не отсобачит, о, теперь пробуем еще, так вот, с этим планом неудобно, да, мэш, да, мэш, 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 ногу отсобачит, ну да, так, вот эти вот моменты тоже очень мне не нравятся, так, ну давайте маской попробуем, мэш, 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 Так, Ctrl-Alt. Чтобы убрать не нужно, если что-то вы зацепили. Ctrl-W. Назначаем полигруппу. И вот эту снягу. Dell Hiddens. Так, делаем дайномеш. Так, теперь хвост, Alt, левая кнопка мыши, но в Topology, давайте все это дело подтянем, подкрутим. Так, X-Symmetria. Заводим в Mesh, чтобы потом у нас не было проблем с этими артефактами, да? Через Alt вытягиваем, где-то что-то подтягиваем, надуваем. Так, а вот здесь вот нам понадобится... Так, вот с лапами будет теперь проблема. Нам понадобится теперь вот эту штуку, X-Symmetria. Переключиться на рисовалку и, значит, вниз попробуем вот так выделить. Так, ну а здесь немножко порисуем. Так, лопатку выделяем, грудину, обрезку здесь вот так. Так, здесь тоже чуть-чуть. Ладно, придемся. Делаем Ctrl-E и давайте все это дело немножко отведем, перекрутим. Miro and well, во, ну уже б куда не шло. Иначе, если мы будем делать потом анимацию и вставлять, значит, сюда вот как вот кости, у нас получится здесь нехороший гон. Так, что-то она мне многовато все рисует. Через Alt немножко уберем. Делаем сетку. Все это дело вот капризное. Я не знаю, что тут. Ctrl-W. Что тут с сеткой такое происходит? Даже если лямы уменьшить. Даже если лямы уменьшаешь, как-то тут все с персонажем капризно, значит, работает. Так, здесь, значит, вот тоже начинаешь выглаживать, он начинает конючить. А чтобы он не конючил, нужно все это дело немножко долепить. И потом только выгладить. Ну что-то как-то, ничего, сейчас мы попробуем ему подправить сетку. Так, еще какой момент. Здесь вот уже маленькие стали вот именно вот эти вот когти. Все это хорошо. Но если когти большие, вы будете потом вот так, вот видите, вот как вот здесь вот. Внимательно тоже нужно смотреть, иначе потом не обраться будет, значит, проблем. Потому что когда вы будете развертку делать, вот эти когти, они тоже участвуют, значит, в развертке. И когти лучше, конечно, добавлять уже отдельно, привязывать к ногам. Ну, попробуем, значит, как она сделается. Если не сделается, обрезать не проблема. Так, теперь что у нас? Смотрим. Как-то тут все мне не нравится, рисуется на ней. Остаются артефакты. Мягкости никакой. Так, ладно, теперь давайте объединим голову с телом. Делаем, как это? Merge. Merge down. Окей. Делаем дай намешь обязательно, чтобы это все склеить. И попробуем теперь. Все это дело выгладить. Не понимаю, почему плохо выглаживается. Водина максимум стоит. Пока. Так... 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 сейчас все это переделаем не вопрос так теперь в чем состоит значит проблема здесь будет как бы волос да раз здесь будет волос давайте считать немножко вот здесь вот можно чтоб шершава она так было она тогда будет создавать вид как будто здесь правда значит волос да и 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 ну и в принципе че все можно объединять дорабатывать вот эти стыки чтобы потом так control w чтоб одна была полигруппа вот я думаю наверное челюсть попробую еще чуть побольше открыть ну чтоб уже точно было зашибись во ну а теперь давайте опять же merge down окей merge down окей делаем control down mesh так вот опять же понижается мне вот это неинтересно но чуть-чуть еще прибавим control w делаем одну полигруппу и теперь все это дело во лям 120 просто сейчас я буду рисовать текстуру и хочу чтобы они нормально все нарисовались так еще почем по вопросам вот этих вот стыков когда вы зеркалку делаете когда вы делаете зеркалку вот эти все стыки нужно выглаживать вот эти полоски чтобы их не было просто они потом окажутся у вас на нормалмап и на всякие штуки вот вот этот полоса что идет стыковая ее нужно хорошо выглаживать убирать не пойму почему у меня с этим персонажем выглаживание плохо идет так хвост нормально смотрим чтобы сзади вот эти стыки хвоста все связалось и выгладить вот если от прошлой модели остаются вот эти вот полигоны то лучше их конечно выглаживать так вот эти вот чтоб модель была гладкая ну тоже надо не переусердствовать чтобы ну значит перелепливаете полностью там уже по боку там уже без разницы и вот что я хочу сделать еще да хочу вот эти лапы вот грудину и лапу прям выгладить чтобы она потоньше стала вот уже посимпатичней ну а то куда такая кость такие кости это что там за лапа не ну лапы еще могут такие толстые быть а вот остальное должно быть гладко и теперь по шее меня не устраивает именно размер шеи здесь у них идет вот именно к грудине здесь идет горловая часть она идет потоньше а вот где значит к плечам там она расходится ну вот уже как бы и получше да так смотрим теперь что проблема будет в этих частях вот когда вы будете делать анимацию внимательно смотрите за анатомией именно вот эти вот локти где будут локти вот чтобы пазух вот этот был присутствовал здесь можно будет дополнительные косточки поставить и значит на дополнительных косточках вот эту внутреннюю часть тянуть лапа не будет будет работать отдельно все будет хорошо внимательно опять же смотрите вот за этими сгибами так вот здесь теперь вот по этой части я хочу значит сделать чуть чуть побольше уши вот и какую шнягу еще сделать так и сделать чуть чуть вот эти бровные дуги они как бы выпуклые должны быть ну а в принципе меня морда устраивает единственное что можно чуть 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 скулы еще наметить все зубы отдельно добавятся другим файлам так вот здесь значит где хвост должен быть вот такой переход как бы сверху треугольник такой как бы так здесь вот можно наметить еще побольше косточки ну вот почему то плохо у меня выглаживают потому что ну опять же все зависит в сетке если с сеткой что то было казуса то вот так и будет так что еще ну в принципе вот по анатомии по форме меня все устраивает вот это меня все устраивает значит более менее удачно значит персонаж минимум в нем переделок было бы печально если бы пришлось переделывать сейчас полностью морду анатомию вот это полностью да но сейчас еще посмотрим как он впишется в текстурку так текстуру подгружаем находим вот этот значок нажимаем делаем его активным это вот одна текстура по которой я буду красить если вы будете выбирать текстуру выбирайте где вот на модели нету теней если есть присутствует тени то там уже красить будет нехорошо так где у меня тут гепард ордонте так надо еще вот ему вот такую бошку обязательно находите и желательно чтобы более менее цвет совпадал вот сейчас еще поищу какую-нибудь именно разворот так еще вот значит подкачал вот так вот она и вот она так вот такие вот рифы еще подходят для покраски вот здесь вот минус то нету ног вот так вроде бы подходит так в боку берем сейчас подгадаемся вот здесь более ярче здесь более притяненный вот именно как бы тень да не солнечный день уменьшаем значит теперь прозрачность зэпт отключаем все это дело а левая кнопка мыши и подгадываем так смотрим насколько персонаж насколько персонаж у нас значит получается короткий да получается если вот по лапам подгадались то получается нужно по вот так вот замаскировать шифт левая кнопка мыши сгладить маску сделать control и и попробовать делаем дай нам и у нас исчезнет вот видите такая штука почему исчезает картинка удаляет ее полностью так есть прибавили и вот теперь по шее шея у него короткая в принципе шея подходит бугор вот этот есть но он не явно выявлен получается вот эти лопатки нам нужно прибрать вот чуть-чуть оставим такую значит и вот эту глотку вот эта глотка она походу вот так должна быть чуть-чуть грудину столбняком чуть-чуть значит лапы надуваем вот по длине по длине вроде по картинке подходит вот так можно еще значит что сделать оп оп лично мнение значит по картинке если то так же вот давить еще ну больше вот сейчас он пошел похож на леопарда леопард там помассивнее чуть-чуть дай нам с все это надо опять же выгладить почему-то не хочет меня выглаживаться что-то мешает значит как-то туговато все идет на полную стоит это может поставить а ну-ка и это и 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 есть открываем кисточку стандарт значит зад отключаем rgb и вот так все это дело z перекручиваем картинку немножко находим лапы так теперь находим живот кисточку уменьшаем ее так вот слегка проводим по животу так теперь лапа частично нарисована нужно z и перекрутить картинку есть неудобства но и не залазя сильно на другую эту часть ну где мы уже нарисовали пытаемся подправить вот этот узор так теперь нам нужно грудину здесь чуть-чуть поискорежится сейчас будем все это дело делать так есть прикольно вроде нарисованы нам понадобится 6 z хвост вот с хвостом хвостом давайте немножко помаримся так так ну хвост более-менее мало-мальски получился. Теперь давайте исправим вот эту верхнюю часть. Здесь нам поможет опять же вот эта штука. Кисточку теперь давайте чуть поменьше поставим. x-симметрию можно отключить. Вот более-менее, да? Нужно грудину. Так, грудину нужно шиф-зет. Так, вот с грудиной нужно немножко постараться. Так, раз. И теперь мы подключаем и подгадываем. Так, вот по лапам еще, да? Так. 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 С задними на я тоже поработаем с этой штукой. Так. Так. Чуть-чуть побольше кисточку. Так. 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 задняя часть там белая у нее ну давайте делать точно также значит заднюю часть лапы подкрасим акция английская детка на низких вот так чуть-чуть где-то можно размывать не без этого так что тут еще где-то прибелить где-то светлая часть должна быть там допустим но снизу так и вот еще так и вот эти лапы надо подкорректировать как мы видим похоже да но теперь самое интересное это башка так давайте шив zz побольше картинку поставим и тут вот надо ракурс это поймать и красить значит зеркально вот видите что голова чуть-чуть попадает нужно поймать этот угол уши теперь придется отдельно значит красить ну ладно чтоб морда получилось так исправляем недостающие на шее и и находим теперь хребет и корректируем уши так поменьше можно кисточку побольше ракурс переворот cfz смотрим что у нас получается с персонажем так здесь вот мне не нравится вот это вот горбина дам cfz делаем перекрутку убираем где у него там белые части присутствуют кисточку чуть-чуть поменьше значит шеф зет тут побольше пятна побольше z уменьшаем значит картинку так тут белая не знаю ставить нет пускай вот так и желательно теперь вот именно найти бы ему челюсть так он кралет найти бы этому гепарду челюсть и вот кстати по лапам не вот эти лапы немножко не нравится так нижняя челюсть у него светлая так и немножко значит темного добавим сам рот чтобы вот эта часть потом не белела не бледнела и чтобы зубы у нас хорошо виднелись потом значит ctrl z ctrl z и надо еще кисточку поменьше здесь вот где рот такую вот полоску провести и по верхней такой части тоже как раз по губам так зубы вставится будет очень великолепно здесь размытости чтоб не было давайте немножко на низких значит цветах вот так о подкрасим так теперь по лапам тут чуть прибавим и как немножко черного цвета так control z на низких значит вот этих деталях не бросались что они прям светлые лапы ночью для неплохой получился значит персонаж так что у нас тут по задним лапам z отключаем и вот именно ракурс давайте попробуем поймать и вот לא как м Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...